Так, доброе утро, всем доброе утро, good morning, shalom, бонус, бонус, чего-то там бонус, бонжур, бонжур. Так, ну что, кто у нас сейчас жаждет услышать слова Торы и приобрести мудрость царя Соломона? Яков Шатадин, я считаю, что можно назвать вот вообще наш урок Бнейшломо, сыновья Шлома, да, потому что Шлома Амелых, царь, он был мудрейший из людей. И он передавал свое знание, он очень хотел, чтобы вот это вот Тора, которую он получил от Бога и от своего отца царя Давида, чтобы она переходила дальше. Известно, что у него было 700 жен, но что-то неизвестно про его прям огромное количество сыновей, потому что должно было, если бы от каждой жены было, хотя бы по сыну, то у него было бы 700 сыновей. Но не знаю, как дальше их судьба пошла, да, известно, что Риховам был после него царем его сын, про остальных детей особо не слышно, но слышал, что есть в народе Израиля, есть прямо конкретно по прямой линии от царя Соломона, передаются, передаются, значит, Алекс Поделка Шалом тоже. И вот, возможно, скоро генетический анализ позволит каждому узнать, откуда он, куда, кто были его предки, кто были его родственники, очень интересно это будет, да, сейчас генетика подошла вплотную к разгадке, точной разгадке генетического кода каждого человека, Влад Коса, мы можем узнать вообще свое родство, там, в 100 поколениях, в 200, 300, там, и так далее, да. Хорошо, значит, а мы продолжаем, но очень просто, сыновья это те, которые воспринимают мудрость, то есть это тоже можно назвать сыновья, да, то есть ученики, они как сыновья, поэтому мы все, так как мы учимся у царя Соломона, можно сказать, кто твой папа, царь Соломон, это очень круто, но надо для этого, надо учиться и запоминать, то есть тот, кто слушает и не запоминает, это просто молодец, что пришел на урок, послушал Тору, и, ну, то есть, хорошо, очень хорошо, но надо именно учиться, то есть нужно взять, вот, прям сделать выводы, запомнить, повторить, то есть нужно, это называется, амаль Тора, труд на Торе, это не просто так, там, послушал Искака и пошел дальше радио слушать, нет, амаль Тора, то есть нужно трудиться на Торе, да. Хорошо, и у нас сегодня 20-й, 20-й отрывок 29-й главы, 20-й отрывок 29-й главы и урок из Иерусалима, так что надеюсь, что сейчас нам Бог откроет больше мудрости. Все, 20-й отрывок. 20-й отрывок звучит так. Видел ты человека, адс это быстрый такой, быстрый бедвара, который быстро говорит, перебивает, недослушивает, да, это все адс бедвара, который очень спешит в своих словах. Тиквали ксиль мемену, то есть надежда ксиль, это грешнику по вожделению больше, чем у него. Как это понять? Без комментариев непонятно, но комментаторы нам говорят, смотрите, кто такой, давайте поймем, кто такой ксиль, у которого шансов больше, надежды больше, чем у этого быстрого в словах. Ксиль это грешник, который грешит по вожделению, то есть у него есть понимание, как действовать правильно, например, он знает, что надо с утра встать и сделать зарядку, надо в день выпивать 10 сакана воды. Я говорю сейчас на простых примерах, это не Тора, Тора он знает, что надо прочитать Шма Исраэль до времени Шма, то есть первых 3 часа дня нужно успеть прочитать Шма Исраэль. Нужно молиться там в Миняне, если он мужчина, он должен идти в синагогу и молиться в Миняне, да. То есть ксиль, он все это знает, ксиль все это знает, но в момент, когда ему надо это выполнять, у него внутри поднимается его, то, что называется злое начало, животное начало, Ецарара, и оно ему говорит, это Ецарара, останься на месте, не делай, не делай, это ксиль. То есть он грешит не потому, что он не знает, как правильно, он грешит потому, что его вожделение, его животная природа сильнее, чем его разум, это ксиль. Теперь, а почему у него больше шансов, чем у того, кто спешит? Тот, кто спешит, Хазита Иш Ац Бедварав, он вообще не контролирует себя, то есть он неосознанный. Тот, кто спешит, так, все, побежали туда-сюда, ду-ду-ду-ду, у него вот так вот столько мыслей, он даже не успевает понять, что вообще правильно. И Тора нам говорит, первая мишна в перте, вот она говорит, аву метуним бадин, будьте медлительны в суде. Когда тебе надо принять решение, то есть ты должен быть рассудительным, то есть ты должен включить рациональный анализ и спокойненько принимать решение. Не спешить. Есть выброход, история известная, когда был один мудрец, и он вышел на базар, увидел женщину нескромно одетую, и он, значит, с нее сорвал ее нескромную одежду, чтобы ей стало стыдно. А оказалось, что она, на нее не были там наложены никакие, то есть это вообще туристка была, вообще туристка была. И она, то есть она не обязана соблюдать законы, которые она была не еврейка, туристка там, ну, приехала своим делам посмотреть. А он с нее сорвал красное платье. Это в Талмуде история такая есть. Так его судили, и ему присудили 400 золотых монет заплатить штрафом. Так он сказал, э, говорит, если бы я человек подождал и подумал бы, да выяснил бы, сохранил бы 400 монет. То есть очень часто человек, который спешит, он совершает такие ошибки, которые если бы он спокойненько задумался, он бы не совершил. Вот поэтому нам говорится, что «иш ацбей дворав» именно в словах, то есть слова, которые человек произносит, или в голове, или снаружи, это как будто бы скорость его мышления. Лучше подумай, сядь, подумай, взвесь, посоветуйся. Очень важно посоветоваться «марбейца», «марбетвуна». Тот, кто советуется по своему вопросу, он умножает понимание, он видит разные ракурсы, разные ходы мысли. Важно, опять же, с кем советоваться. Если ты советуешься с мудрецами, написано «такум давар». То есть эта вещь, она установится, это мы в Мишле уже учили. Когда ты советуешься с людьми, которые такие реальные советники, эксперты, они тебе помогут то, что ты хочешь, ну, именно правильно организовать. Если ты советуешься с, опять же, с каким-нибудь вот этим быстрым словах, только от него будет вред один. Понятно, то есть важно с кем советоваться. Дальше. Дальше опять мы переходим к воспитанию. К воспитанию себя, к воспитанию детей, к воспитанию работников и так далее. Очень важный отрывок, 21-й. «Мифонек, минар, авдо». Тот, кто мифонек, это дает, пинук, это не, ну, как бы, как сказать, пинук. Пинук, это баловать, баловать. Вот. Тот, кто балует, минар, авдо. Тот, кто балует от, нары, там, как подростковый возраст, авдо, своего раба или сотрудника, или своего ецарара. Здесь все объясняют по-разному. Кто такой эвет, в основном, объясняют так, если глубоко, это твой ецарара, твое злое начало инстинктивное, которое должно тебе служить. Тот, кто мифонек, минар, от детства балует свое злое начало, вот свое животное, это самое, вахаритой еманон, в конце концов он станет ему хозяином. То есть, если ты берешь и своего, своего, как это самое, злое начало, инстинктивное это начало, ты его мифонек, ну, полежи еще поспи, ну, давай покушай еще лишний тортик, давай еще два тортика скушай, давай это самое, ну, надо что-то сделать, а потом, завтра отдохни, ты устал, все. То есть, если ты его вот так воспитываешь, мифонек, ты его балуешь, оно становится твоим хозяином, и ты потом ничего не можешь сделать. То же самое касается сотрудников, если ты берешь один раз мифонек, второй мифонек, третий мифонек, четвертый, балуешь, потом он садится на голову и чувствует себя хозяином. То есть, это касается, ну, в принципе, так как в первую очередь надо воспитывать себя, то нужно своего ецарара, свое вот это инстинктивное начало, поставить его, чтобы оно слушалось. Самый простой способ это спортзарядка, проверка. Все знают, что это надо делать, но вот тут ецарара, если тут он тебя побеждает, то уже у тебя над ним власти нету. То есть, если ты не можешь себя заставить держать в порядке свое тело, значит, ты не контролируешь свою жизнь вообще. Понятно? Дальше. Двадцать второй отрывок. Ишав Игорема Дон. Человек гнева, он пробуждает суды. Значит, есть Аф, это открытый гнев. Тот, кто делает замечания, кричит и так далее, он пробуждает конфликты и суды. У Баальхема, тот, кто внутри сдерживает свое раздражение, Раф Пеша, он много грешит. Значит, есть два варианта. Вот человеку, первое, откуда берется гнев и раздражение? Гнев и раздражение берется, когда ситуация, в которую человек попадает, она выскативает из его представления, как оно должно быть. То есть, у него есть представление, как должно быть. Люди или события нарушают его предположение, как оно должно быть. Бывает даже от себя, у человека есть какие-то правила, он сам же их нарушает, то у него внутри раздражение может быть на себя, может быть раздражение или гнев на других. То есть, или это выражено, или это внутри. Но в любом случае, как бы схема такая, реальность не совпадает с твоими ожиданиями, и ты, или ты заставляешь этот гнев, выражаешь свой гнев. Так, почему, значит, Яков, почему ты лежишь вот так вот, оно себя нормально. Это выраженный гнев. А есть раздражение внутри, когда внутри человек раздражается. Понятно? Так, теперь говорится, какие последствия. Если ты выражаешь гнев наружу, то тогда у тебя будут конфликты с другими людьми. Если ты оставляешь гнев внутри, то тогда у тебя будут ошибки, и у тебя будет, так как ты будешь на негативной эмоции, то ты будешь много грешить. Первый грех, это то, что ты недоволен Богом. То есть, реальность кто делает? Бог и ты. То есть, все, так что ты будешь недовольным? Если это делаешь ты, сделай что-то, измени. Если это делаешь не ты, а внешний мир, значит, это следствие того, что ты сделал, и Бог тебе хочет дать какой-то урок. Он тебе присылает какую-то реальность, которая тебе 100% в этот момент нужна для чего-то. То есть, Бог, он за человека. Если бы он был против человека, он бы человека уничтожил бы и все. Но так как он за человека, иногда уроки бывают больными, иногда человек не понимает уже с 10-го раза, с 100-го раза. 10 лет он не понимает тот урок, который Бог ему хочет дать. Так что ты гневаешься? Ты пойми и сделай что-то изменить. Не можешь изменить, значит, тебя Бог двигает в каком-то направлении, в котором Он тебя двигает. Пойми, что Он хочет, и двигайся в этом направлении, а не сопротивляйся. Понятно. Иш, Аф, Игоре, Мадон. Но если ты хочешь идти на своей волне, тогда если ты выражаешь гнев, значит, будет у тебя с кем-то суды и конфликты. Если ты давишь в себе, будешь много грешить, ошибаться, грешить. Пэша это оплошность, это ты будешь делать все. То есть, ты будешь все равно не в состоянии нормальном. Дальше, 23-й отрывок. Гаават Адам Ташпилену. Значит, гордость человека, она его прибивает вниз и сбрасывает вниз. Ушфаль Руах, а наоборот, приниженный дух и тмок Кавод. Он поддерживает почет. Как это работает? Значит, ну вообще Тора, это удивительная вещь такая, да? То есть, она нам показывает, что те действия, которые обычный мир считает правильными, они наоборот приводят человека к падению. Например, Гава. Гава это гордость, типа, я лучше всех, как дела, лучше всех. Ну, что это такое вообще? Да, человек, который говорит мне, как дела, лучше всех, он говорит сразу же, что я лучше тебя, я лучше, чем всех. Как дела, у меня лучше всех. Мне всегда хочется спросить, а почему ты так уверен, что это лучше всех, да? Теперь, что такое гордость? Человек говорит, я самый крутой, и я сейчас, и он все время лезет куда-то, лезет, лезет, лезет. И что с ним происходит? В какой-то момент он падает, по-любому он падает. Почему он падает? Потому что, если вокруг много людей, которыми управляет гордость, и один хочет показать, что лучше другого, что делает в этот момент другой, хочет оказать, что лучше его. И они вступают в конфликты. Два гордых таких человека, они борются за свое я, кто первый зайдет, кто первый встанет, кто первый сядет. Они обижаются друг на друга. Помните было, когда даже второй храм был разрушен? Почему? Камса и Баркамса, да? То есть, они были врагами. Что значит врагами? Я это я, ты это ты. Ты мне там что-то не так сказал, не так сделал, мы враги. Потом по ошибке кто-то пришел на этот пир, Камса или Баркамса, в общем, ошибка была. И он говорит, тот ему говорит, уходи. А он говорит, давай заплачу там больше, 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 только чтобы здесь остаться. И они вдвоем так и не договорились. И потом с этого начался весь конфликт. Ну, если бы у них не было гордости, у одного хотя бы из них, уже бы не было бы конфликта. Тот ему говорит, уходи. Он говорит, ну, ошибочка вышла, ладно, пока. Ты узнал, что ты дурак, ты дураком остался бы, да? Спокойно бы ушел без вот этих вот попыток, попыток передавить другую сторону. Все попытки передавить другую сторону, они идут из вот этой гордости. Гордость разрушает семьи, разрушает отношения, приводит к конфликтам, приводит к войнам. Понятно, да? Теперь у Шваль-Руах, если человек принижает свой дух, он наоборот говорит, кто я? Я прохожу этот мир, как весь этот мир, эволевый рим, да? То есть, все это пар паров. Все это он изучил как раз Экклезиаст, Каэлит, прочитал книжку, кому непонятно, Экклезиаст, есть книжка на русском языке, в этом весь человек. Я когда-то изучал и написал книжку в этом весь человек, уроки на Экклезиаст. И он понимает, что все это настолько мимолетно, настолько все проходящее, настолько все иллюзорное, что он говорит, кто я? Я просто тело, которое, как Акави Бен Мяалалель, он в третьем, в третьей главе Пертьевод, он говорил такую вещь, что посмотри на три вещи, и ты никогда не согрешишь. Да, Мяин Бата, знай, откуда ты пришел, в Ильяна Таулех, и знай, куда ты идешь, в Элифнеми, Атит Летандин и Хижбон, и перед тем ты в будущем будешь держать ответ за свой жизненный путь. Мяин Бата, откуда ты пришел, Митипас Руха, из капельки, которая уже через день, она гниет, да, какая капля, понятно, семя, да, то есть все мы пришли из капли какого-то семени, которая, представьте, ты кто вообще, я говорящая капля семени, да, то есть каждый из нас говорящий сперматозоид, который вырос, представляете? Он говорит, посмотри на это, на себя вот с этой точки зрения. Лиана Таулех, куда ты идешь, в Лимаком, Афар, Римавы, Тула, вместо гниения, праха и червей, то есть тело человека, которое из капли вышло и потом эти там 70-80 килограмм мяса положат в землю и черви их съедят, все, вот куда идет вот эта вся красота и так далее. Я сегодня анекдот такой смешной вспомнил, что закончилась в Сыктывкаре, закончилась неделя моды, Сыктывкарская неделя моды, закончилась, как всегда, дракой. Это там в Сыктывкаре, так они всегда дерутся. Значит, это просто была вставочка, куда идет тело человека, как ты его не украшай, оно идет под землю. В Лифне это Атит Летенгин Вихижбон, а перед кем ты, вот ты настоящий, перед тем ты будешь держать ответ перед Богом. Лифне Мелак, Малхе, Млахима, Кадош Бараху. То есть, когда ты относишься к себе как к душе, которая будет стоять перед Богом, вот это вот ракурс, вот это ракурс совершенно другой. Ты кто? Я душа. Чего тебе гордиться? Все это вокруг тоже души. Кто ты по отношению к Богу? Никто. Кто ты по отношению к другим людям? Тоже никто, потому что смотря с кем ты себя сравниваешь. Ведь человек, если сравнивает себя с кем-то, кто ниже его, он должен всегда помнить, что есть еще тысячи, миллионы, которые выше тебя. Если ты уже хочешь меряться с кем-то, так посмотри на того, кто выше тебя, и почувствуй себя относительно его не тем. Как мне рассказывал один человек, который купил яхту, и на яхте подплывает Ницца, там Монте-Карло, и он прямо такой сидит на яхте, курит сигару, смотрит, жизнь удалась. И тут подплывает рядом яхта 70 или 80 метров, как будто из олигархов таких настоящих, такая огромная яхта. А его яхта по сравнению с той яхтой, вот такой вот суденышко, просто лодочка, да, хотя вот там 25 метров, например. Из борта вот этой высокой большой яхты на него смотрят девушки легкого поведения, над ним смеются, просто смеются, укакатываются, типа это яхта. И он говорит, я себя такого позора никогда не чувствовал, да. То есть, так вот, человек, который гордится, типа я круче, чем кто-то, пускай вспомнит, что он всегда ниже, чем кто-то. А человек, который понимает, что у него есть свой жизненный путь, в котором он живет в своем мире, и у него есть только один счет настоящий, да, как он проживет свою жизнь относительно его возможностей, и он будет держать ответ, он будет, именно он настоящий, будет стоять перед Богом, и то тогда, конечно, у него очень будет правильная перспектива. И понятно, что шваль-рогах, как только ты прибиваешь свой вот этот вот дух гордости своей, он что? Итмок-кавод, он поддержит кого? Человек становится спокойный, скромный, добрый, любит людей, и его за это начинают уважать, потому что походу уважают людей не за их понты, то есть понты, они у кого-то вызывают уважение, у кого-то смех, у кого-то раздражение, в Сыктывкаре, минус 12 погода, в Сыктывкаре, представляете? Да, Саид, ну вот один из участников урока, Саид Макай, он в Сыктывкаре, и погода там минус 12, да? Хорошо, все, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний урок, давайте сделаем три вывода. Первое, не спешить спокойно, никуда ты не спеши.